Добрый день! Спасибо большое, что вы пришли. Я бы хотел начать сегодняшний брифинг с того, что продолжить тему предыдущей моей пресс-конференции, где я четко заявил, что Молдове больше не нужны политиканы, Молдове нужны менеджеры, которые не на пустой болтовне, а на конкретных делах доказывают свою работу. На дорогах, на поднятие бюджета, на решение социальных проблем и на многом другом. И сегодня я могу констатировать, что Молдова начала просыпаться. И люди ставят акцент не на политиканов с пустыми обещаниями и очередной геополитикой, а на реальных менеджеров, которые добились конкретного результата здесь и сейчас. Я хочу поблагодарить всех тех людей, кто поддержал и партию ШОР, и кандидатов в партию ШОР. Это доказывает то, что в Молдове наконец-то геополитика уходит на второй план. А на первый план выходят реальные дела, то, что можно увидеть своими глазами, пощупать своими руками, а не пустые воздушные шары, которые 28 лет наши политики кормят нашу страну. Дорогие друзья, конечно же, сегодня мне очень приятно. Я хочу поздравить жителей двух округов, где победила партия ШОР. Люди там начнут жить, как в Монако. У них будет все хорошо, потому что ровно с завтрашнего дня мы поедем туда и будем сдерживать свое слово, которое мы дали людям. Пока все будут ныть, плакать, жаловаться, мы пойдем работать и держать свое слово перед народом, как мы это делали до сегодняшнего дня. Конечно же, и жители Аргеевского района, которые не вошли в наш округ, тоже будут жить хорошо, потому что мы взяли на себя ответственность за весь Аргеевский район и за наши два округа. Но, конечно же, есть люди в других округах, которые поддержали нас. Мы их не оставим, мы поедем к ним, будем им помогать. И я уверен, что мы сделаем все, чтобы к следующим выборам мы победили, победили вместе, вместе с народом. И эти округа тоже станут жить, как те два округа и Аргеевский район, который победил сейчас. Дорогие друзья, конечно, я хочу сказать, что пока одни будут ныть, плакать, жаловаться, мы пойдем в бой. Следующий мой очень важный тезис, который я сегодня хочу заявить, что люди сейчас увидят, пока одни будут радоваться, как дети в магазине игрушек, 12 камазом подаренным из Москвы, другие будут бегать с протянутой рукой по Берлину, мы пойдем собственными силами продолжать строить Молдову. Строить дорогу, вкрутивать лампочку, помогать бабушке, улучшать ее жизнь, помогать маме, которая только что родила, помогать людям, которые сегодня в этом нуждаются. Увеличивать бюджет собственными силами, а не унижаться и просить. И делать то, что мы хорошо умеем, строить республику Молдову. Дорогие друзья, я хочу заявить, что первый законопроект, который предложит партия ШОР, это будет немедленное увеличение полномочий одномандатных кандидатов, уже депутатов, можно сказать, которые смогут исполнять функцию не просто депутата и болтуна, как это будет по остальным одномандатным округам, а мы будем исполнять функцию неких губернаторов в своих регионах, мы хотим иметь возможность четко, жестко ставить задачи местной власти, контролировать ее исполнение, помогать. То есть одномандатные депутаты должны стать некими губернаторами своих округов и иметь не только законодательную власть, но и немножко исполнительную, чтобы можно было делать то, что мы обещали. Ну а с другой стороны, мы будем смотреть на других, как другие будут исполнять свои обещания в одномандатных округах, я хочу это увидеть. Поэтому, дорогие друзья, следите за развитием событий в наших округах и в Аргеевском районе, и скоро так будет выглядеть вся Молдова. Спасибо! Будем на все вопросы будет отдельная пресс-конференция, где мы будем. Спасибо! Спасибо! Спасибо!